Там уже бывал раньше в Полтаве, понимал, что меня ждет. Ну, красивый маленький город, конечно, ну, не Днепр, но все равно здесь тоже по-своему хорошо, скажем так. Как возник вариант с переходом в Ворску? И давно ли он возник? Потому что мы знаем, что там еще зимой были разговоры. Ну да, зимой я общался с главным тренером, я был готов уже переходить, но так сложилась ситуация, что тогда Днепр меня не отпустил. Я остался еще полгода в Днепре, ну, зато сейчас летом у нас сложилось, как должно было, в принципе, зимой сложиться. Тренер сказал, что хочет видеть меня в команде, что я ему подхожу под его стиль команды. Скажем так, следил от этих полгода за играми в Ворску и переживал, и надеялся, что они попадут в Еврокубку, потому что, ну, так понимал и знал, что могу попасть тоже в эту команду. Ну, конечно, хотелось и хочется играть любому футболисту в Еврокубку. Ну, с Андреем Ткачуком мы играли в Карпатах, ну, и он был капитаном команды. А, в принципе, всех ребят знаю, потому что постоянно же игры там друг против друга, и все друг друга знают. Ну, если набрать на YouTube, вот, Младен Бартулай, что там показывают игрока, который замечательно владеет левой ногой и бьет издалека. Откуда это? С детской школы или где-то раньше, позже научился играть так? Ну, наверное, с детства уже учили нас там, ну, вроде неплохая школа футбольная в Хайдеке, в Хорватии, известно. Ну, может, что-то и Боженька дал, так, а они просто это развивали у меня, так. Ну, надеюсь, что я смогу это качество лучше свои показывать в Полтаве.